Иисус трудился с решительным сердцем. Иоанна, глава 7, стихи 1, 36. Тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. На это Иисус сказал им, мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось. Сие, сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили, где он, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись. Иисус, отвечая им, сказал, Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о всем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы, пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона, и никто из вас не поступает по закону? За что ищете убить меня? Иисус, продолжая речь, сказал им, Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисея, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным. Тут некоторые из иерусалимлян говорили, не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он. Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря, «И знаете меня, и знаете, откуда я? И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили, «Когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники, служителей, схватить его. Иисус же сказал им, «Еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня. Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Присем иудеи говорили между собою, «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его?» Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов? Что значат сии слова, которые он сказал, «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Иисус делал свое дело с решительным сердцем. Сегодняшний отрывок из Писания взят из Иоанна, глава седьмая. Иисус пришел на эту землю, спас нас с вами и все человечество от греха и сделал нас Божьими детьми. Другими словами, Иисус позволил нам получить прощение грехов, дав нам свои плоть и кровь. «Господь пришел на эту землю, чтобы творить это дело и совершил его полностью. Иисус Христос пришел на эту землю и трудился с решительным сердцем, зная, что Он должен умереть на кресте, чтобы совершить праведное дело спасения всех нас, грешников, от всех наших грехов. Мы должны быть благодарными и иметь высокое мнение об Иисусе, который готов был умереть за дело спасения с решительным сердцем ради достижения цели своего пришествия на эту землю. Поскольку Иисус знал, что ради нашего спасения от греха Он должен был умереть страшной смертью и снова вернуться к жизни, чтобы стать нашим спасителем, мы должны осознать, что Он был готов пойти на смерть с решительным сердцем, чтобы совершить Божье спасение. Бывает так, что когда я тружусь для Господа, я очень ослабеваю телом и думаю, «О Боже, я умираю!» В подобные времена я беру себя в руки и думаю так. Прежде чем умереть, разве я не должен закончить хотя бы то, что было мне поручено? Так я размышляю о тяжелой работе, которую я проделал, чтобы отредактировать новую книгу, которую мы готовим к изданию. Имея подобный опыт, я, по крайней мере, могу понять, с каким решительным сердцем Господь продолжал делать то или иное дело ради нашего спасения. В Иоанна, глава шестая, он совершил чудо пяти хлебов и двух рыбок, сжалился над людьми, которые искали хлеба в пищу для своих тел и посоветовал им искать нетленного хлеба с небес. Я предоставлю вам возможность получить вечную жизнь, дал вам свои плоть и кровь. Итак, я дам вам возможность получить прощение грехов и обрести благословение в вечной жизни. Вот что сказал Иисус, а в главе седьмой Он говорил о своей смерти. Иисус отдал человечеству свои плоть и кровь и принял смерть, чтобы истинно и полностью спасти людей от смерти и даровать им вечную жизнь. Он шел по своему пути, зная о том, как он должен умереть, чтобы довести свое дело до конца. Также Иисус знал о приближении своей телесной смерти. В то время Иисус знал, что его смерть близка. Он знал, что скоро наступит время положить свою жизнь на кресте. Тогда Он рассказывал людям, почему Он должен прийти на землю и принять смерть. Иудеи хотели убить Иисуса за то, что Он внушал людям бунтарские мысли, называл Бога своим отцом и упрекал религиозных вождей того времени, называя их лицемерами. Иными словами, они считали, что Он заслуживает смерти, потому что Он слишком высокомерен и глубоко заблуждается. Но слова Иисуса «Я должен умереть» не имели никакого отношения к их интригам. Это было исключительно его собственное намерение. Откуда нам знать все то, что было на сердце у Господа? Но очевидно, что поскольку Он принял крещение от Иоанна Крестителя, Он уже знал о себе, что Он должен быть повешен на кресте, пролить свою кровь и умереть за людей, и повиновался этому. Чтобы помочь нам вкусить Его плоть и кровь и обрести вечную жизнь, Он тогда должен был пойти на смерть. Я удивляюсь, с каким решительным сердцем Иисус разговаривал со своими врагами, когда Ему грозила смерть. Мы должны трудиться для Господа с таким же решительным сердцем, зная о том, что именно таким было сердце Господа. Библия говорит, что Иисус предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Римлянам, глава 4, стих 25. Иисус пришел на эту землю, чтобы предать себя на смерть. Целью пришествия Иисуса на эту землю было спасти нас от грехов мира, сделать нас Божьими детьми и предоставить нам возможность жить вечно, даровав нам вечную жизнь. А чтобы завершить свое дело, Он добровольно продолжал идти этим путем, зная, что Ему не избежать смерти. Идя этим путем, Иисус принял твердое решение не избегать смерти. Я должен умереть, коль скоро я решил завершить дело спасения человечества. И я должен рассказать людям об истинном спасении и о Боге, а также повести их за собой своим словом. И я должен сделать то же самое для своих учеников. Итак, я снова прошу вас понять, каким решительным сердцем должен был обладать Иисус. Никто не соединил своего сердца с сердцем Иисуса. Иоанна, глава седьмая, стихи первый-второй, гласит, «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей». Иисус знал, что скоро умрет. Ему также было хорошо известно, что его ненавидят иудеи, а их старейшины и первосвященники выдадут его римлянам, и что эти язычники повесят его на кресте, и он умрёт. Но тогда он находился в Галилее. Зная о том, что иудеи хотят его убить, он не ходил в Иудею. Приближалось время праздника кущей. Праздник кущей был установлен Богом для народа израильского в память о его скитаниях по пустыне, когда израильтяне перешли Чермное море и жили в пустыне, пока не поселились в земле Ханаанской, ставя шатры и сооружая соломенные шалаши под деревьями или камнями. И так они сооружали шалаши из таких материалов, как дерево или солома, и в течение недели соблюдали этот праздник в пустыне. Это и есть праздник кущей. У Иисуса были братья и сёстры. После того, как Мария зачала и родила Иисуса от Святого Духа, она родила его единоутробных братьев и сестёр от своего мужа Иосифа. Другими словами, Иисус родился не от Иосифа и Марии. Он был зачат в череве Марии от Святого Духа. Однако Мария, родная мать Иисуса, впоследствии имела отношение со своим мужем Иосифом и родила много младших единокровных братьев и сестёр Иисуса. Но последовали ли они за Иисусом, когда он ходил и возвещал Слово Божье? Иоанна, глава седьмая, стихи третий-пятый гласит, тогда братья его сказали ему, выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь, ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него. В то время даже ученики Иисуса не полностью понимали своё служение, поэтому одинокое сердце Иисуса было преисполнено решимостью, ибо он был вынужден делать своё дело молча. Даже его братья не верили в то, что он говорил. И так они говорили, подожди-ка, ты говоришь, что собираешься накормить всех своими плотью и кровью. А если ты хочешь это сделать, то почему бы тебе не пойти в Иерусалим и не показать себя? Что тебе делать здесь в Галилее? Если ты творишь такие дела, иди в Иерусалим, иди и открыто покажи, что ты Сын Божий, который пришёл спасти человечество. Ты говоришь, что исполнишь волю Божью, так почему бы тебе не показать себя всему миру? Он в одиночестве страдал от тяжких душевных мук, потому что они не верили, что он является спасителем. В соответствии с поговоркой, которая гласит, что одиночество бывает даже в толпе людей, за Иисусом последовало много людей, но одиночество, которое он испытывал, невозможно выразить словами, потому потому что не было никого, кто по-настоящему понимал его волю и порывы души. Как вы думаете, что было на сердце у Иисуса, если он должен был совершить дело, суть которого никто не знал, а также исполнить волю Божью среди людей, которые не понимали истины, даже несмотря на то, что он им о ней рассказывал? Как вы думаете, что было на сердце у Иисуса, если они не соединили своих сердец с его сердцем и не понимали его, но только делали циничные замечания? Мы не можем до конца понять, что было на сердце у Иисуса, но мы должны это почувствовать хотя бы немного. Так Иисус сказал им, «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы». Иоанна, глава 7, стихи 6-7. Если мы посмотрим на эти слова, то увидим, что Иисус знал, что в будущем его ученики тоже будут повешены на крестах и погибнут мученической смертью. Другими словами он говорил своим ученикам, «Вы тоже погибнете мученической смертью подобно мне, но мое время еще не настало. Вскоре на Пасху я пойду в Иерусалим и там буду предан смерти». Иисус был предан смерти на Пасху. Для пасхального жертвоприношения нужен был Агнец. Ночью, когда народ израильский бежал из Египта, пришел Божий ангел смерти, однако не вошел в дома, оконные рамы и дверные косяки которых были помазаны кровью агнцев или козлов. Пасха это праздник, который установил Бог в память об этом событии, поэтому для устранения людских грехов во время Пасхи был необходим жертвенный Агнец. Так Иисус был предан смерти на праздник Пасхи. Господь сделал это, чтобы спасти народ израильский и всех язычников от греха. Он пришел на эту землю и умер на кресте, чтобы даровать нам спасение. Влиятельные люди его возненавидели и предали смерти только по одной причине. Это потому, что он свидетельствовал о злых делах этого мира. Иисус свидетельствовал, что всякое дело мира это зло. Все дела людей, которые оставили Бога, являются злыми, поэтому его и возненавидели. Поскольку даже его родные братья в него не верили и делали циничные замечания, Иисус сказал им, если вы пойдете в Иерусалим первыми, я приду потом. Отослав их, он пошел на праздник сам. По сути, Иисус это истинный Бог. Иоанна, глава 7, стихи 14-16 гласит, Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, как он знает Писание, не учившись? Иисус, отвечая им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Иисус вошел в Иерусалимский храм и учил. Иудеи же отнеслись к нему холодно, сказав, «Этого человека мы хорошо знаем, он никогда не учился в школе закона, и он не из благородной семьи». Если он учит, то откуда он знает Писание? Во время праздника народ израильский собирался в синагогах и в храме, и каждый имел право взять книгу закона Божьего и учить. Таким образом, можно было проводить обсуждения в синагогах, и учить слову. И вот Иисус вошел в храм и учил закону. Когда он это делал, люди сочли странным то, что он читает книгу закона и учит. Они говорили, «Откуда этот человек знает Писание, не учившись? Почему он изрекает закон, если он не учил его? Откуда у него способности толковать закон и учить ему?» Они вообще ничего не могли понять. Но факт тот, что он в сущности является истинным богом, ибо он сын божий. Неужели бог не знает грамоты, потому что он не учился в школе? Иисус это бог, и поэтому он знает все языки мира. Зачем кому-то учить его грамоте? Он не учился ни у кого и нигде, но Иисус это бог и творец. Просто он на краткое время стал человеком ради нас. Поскольку он есть бог, который пришел на эту землю как человек, он знал закон лучше закона учителей, даже несмотря на то, что никогда не учился в школе. Он есть господин закона, который лично его установил. Поэтому он всегда открыто учил иудеев в синагоге. Иудеи сочли странным то, что Иисус сказал им «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает, о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю? Говорящий сам от себя ищет славы себе, а кто ищет славы, пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем». Иоанна, глава 7, стихи 16-18. В то время Иисус вошел в храм и учил иудеев закону, но эти учения не были его собственными, это были учения Бога Отца, поэтому если кто-либо хочет исполнять волю Божью, он сможет узнать, действительно ли слова Иисуса от Бога, или же он изрек их, чтобы показать себя. Иисус не собирался хвалиться или отстаивать собственные идеи, но он хотел показать, что такое воля Божья. Если мы хотим знать, какие слова изрек здесь Иисус, то он сказал, что в будущем спасутся от греха все люди, а не только народ израильский. Таким образом, Иисус пришел спасти от греха все человечество, и об этом свидетельствует тот факт, что он искал не собственной славы, а славы Бога Отца, который его послал. Поэтому в нем нет никакой неправды. Иначе говоря, Иисус пришел на эту землю и учил в храме Слову Божьему, но он не отстаивал собственных идей и не возвеличивал самого себя. Но возвещал волю Бога Отца, который его послал, и искал славы Отца. Иисус искал славы Бога Отца, который его послал. Таким образом, Иисус пришел на эту землю, зная, что умрет, когда завершит свое дело. Он знал, что умрет, и трудился ради нашего спасения с того времени, как принял крещение. Общественная жизнь Иисуса продолжалась три года. Поскольку он взял на себя все грехи человечества, приняв крещение от Иоанна Крестителя, он должен был умереть, чтобы заплатить за эти грехи, и поэтому прежде, чем умереть, он должен был научить своих учеников всему, что необходимо для их духовной жизни. Слова, которые в то время изрек Иисус, предназначены для нас с вами и для будущих поколений. По сути, они предназначены для всего человечества. Иисус изрек все слова, которые он хотел сказать всем поколениям людей, положил свою жизнь на кресте, принял смерть, воскрес из мертвых и стал нашим истинным спасителем. Иисус трудился, чтобы спасти все человечество. С каким же решительным сердцем трудился наш Господь, чтобы исполнить волю Бога Отца, как наш Спаситель? У Иисуса были слабости, потому что он жил в человеческом теле, но мы должны знать, с каким решительным сердцем он делал это дело и как тяжко он трудился, делая все, чтобы спасти нас с вами от греха и даровать нам вечную жизнь. Дела и сердце Иисуса должны стать предметами наших размышлений. «Если если бы мы с вами были на месте Иисуса и знали, что скоро умрем, разве могли бы мы, не колеблясь, продолжать наше служение до конца? однако однако Иисус спокойно учил и наставлял нас. Вот так он и спас нас от греха. А вы тоже служите подобным образом? Молодые верующие работники наверное считают, что им можно не слишком обременять себя работой, но их верующие предшественники должны с решительным сердцем выполнять работу Божью, потому что они знают, как это нужно делать и какая крепкая вера для этого нужна. Если вы духовно обладаете такими сердцами, вы отнесетесь к моим словам благосклонно, мы не просто безразлично работаем для Господнего Евангелия, но мы служим Евангелию с искренними сердцами. Чтобы эта работа шла успешно, мы не беспокоимся, когда люди чинят нам препятствия или противятся нам. Молясь с искренними сердцами об успешном завершении той или иной работы, мы развиваем каждый свой проект ради проповеди Евангелия и предвидим будущие результаты этой нашей деятельности. Существует огромное различие между сердцем человека, который преданно трудится для Бога и сердцем того, кто относится к порученной ему работе легкомысленно. Человек, который трудится, зная волю Божью, обладает решительным сердцем, а тот, кто не знает воли Божьей, работает небрежно и не заботится о том, как пойдет дело Божье, хорошо или плохо. Причиной различия между нашими сердцами и верой является внутреннее состояние нашей души. Иисус пришел на эту землю, чтобы спасти нас от греха, суда и погибели. Мы должны знать, с каким решительным сердцем Иисус трудился ради нашего спасения. Мы должны знать, каким было сердце Иисуса на самом деле. В Иоанна глава 7 Господь явно показал, что ему предстоит умереть, но продолжал трудиться. А в Иоанна глава 8 он сказал женщине, которая была поймана в прелюбодеянии, «И я не осуждаю тебя, иди и впредь не греши». Он уже принял крещение от Иоанна Крестителя и понес на себе даже грех прелюбодеяния этой женщины, а поскольку ему предстояла смерть на кресте, он сказал этой женщине, что он тоже не может назвать ее грешницей. Мы должны знать, с какой решимостью трудился Господь, чтобы спасти нас посредством Евангелия воды и духа, и как трудно было ему завершить свое дело. Только тогда мы сможем усердно трудиться для Бога. Когда у нас возникают всевозможные плотские желания и помыслы, мы должны думать о том, с какой решимостью трудился Иисус, чтобы спасти нас от грехов мира и посвятить свою жизнь Господнему делу. Как бы ни складывались обстоятельства, мы должны с верой и решимостью в сердцах делать все, что от нас требуется. Всю нашу работу мы должны выполнять с таким же решительным сердцем, каким оно было у Иисуса. Иисус совсем не таков, как мы. Он Творец и наш Спаситель. Он учил исполнять волю Бога Отца, даже зная, что умрет за это. Господь это Сын Божий, который спас нас от греха и Спаситель, однако мы являемся людьми, которые не знают ни настоящего, ни будущего и вообще ничего, но просто получают дарованное Богом спасение благодаря своей вере и живут, занимаясь то одним делом, то другим, в зависимости от обстоятельств до самой своей смерти. Конечно, мы иногда находим в себе духовные качества, потому что мы родились свыше, уверовав в Иисуса Христа, благодаря чему в наши сердца вошел Святой Дух. Люди осуждали Иисуса за нарушение закона, потому что он исцелял больных в субботу и хотели его убить. Если мы откроем Иоанна, глава восьмая, то увидим, что люди привели к Иисусу женщину, пойманную в прелюбодеянии и спросили, Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями, ты что скажешь? Они хотели поставить его в затруднительное положение и относились к нему как к нарушителю закона, не желающему его соблюдать и злому человеку. Но если мы посмотрим на это с точки зрения Иисуса, то увидим, что он не нарушал закон, но творил дело спасения человечества от греха. Однако эти люди осуждали Иисуса за то, что он не соблюдал закон буквально. Иисус был человеком, который положил бы свою жизнь в положенное время, даже если бы они и не хотели его убить. Но Иисус был осмеян, оклеветан, пренебрежен и изгнан людьми. Мы с вами знаем, как это горько и мучительно. Когда Иисус был на этой земле, некие люди всегда выступали против Него и спорили с Ним. Это были книжники и фарисеи. Они утверждали, что верят в Бога, но не могли понять, что делал Иисус и хотели Его убить. Они хотели убить Его, потому что считали Его нарушителем закона. Так в Иоанна глава первая Библия говорит «Всё через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть». И «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Сам Творец Иисус пришёл спасти свой народ, а евреи были народом Иисуса по плоти. Они были потомками Авраама и его народом. Иисус был Богом этого народа. Иисус – это Творец Вселенной. Иисус Христос пришёл к Своим творениям и к народу, где жили потомки Авраама, который он особенно любил, но который его не принял. И более того, они хотели его убить, потому что считали его нарушителем закона и преступникам, а также клеветникам. Тогда Господь сказал им «Не судите по наружности, но судите судом праведным». Иоанна, глава 7, стих 24. Где справедливость? Действительно ли вы соблюдаете закона? Действительно ли вы праведны? Разве вы не являетесь людьми, которые соблюдают закон формально, а не поступают по правде Божьей, как того на самом деле требует закон? Разве вы не являетесь людьми, которые несправедливо считают, что полностью соблюдают закон, но делают это лишь на показ. Вы, фарисеи, подобны окрашенным гробам. Иудеи, которые не знали, что такое правда Божья, особенно фарисеи, были очень разочарованы. Тогда Иисус и сказал им это. Он сказал все это, зная о том, что скоро он будет предан смерти. Иисус мог бы добровольно умереть в положенное время. Зачем же ему было об этом говорить? Потому что мы с вами тоже должны знать эти слова, чтобы неуклонно стремиться к правде Божьей, даже когда на нас нападают наши враги в этом мире. Иными словами, это потому, что дело, за которое пострадал Господь, является именно тем, которым должны заниматься мы, трудясь ради Евангелия и преодолевая все трудности. Каждый человек должен спастись от греха, уверовав в Евангелие воды и духа и стать чадом Божьим. Это и есть цель веры в Иисуса. Однако большинство христиан в этом мире судит о делах праведников несправедливо. Господь знал, что мы, праведники, подвергнемся гонениям и что нашу веру будут называть ересью, потому что она не совпадает с учением их сект и поэтому дал нам это слово заранее. Во время своего словесного противостояния тем, кто относился к нему с пренебрежением и выступал против него, Иисус призвал нас смело давать подобным людям такой же словесный отпор, когда мы тоже с этим столкнемся. Иными словами, Он сказал это для тех и нас с вами, кто тоже столкнется с этим в будущем. Иисус говорил это не потому, что боялся гонений, но Он сказал это, потому что не только Он Сам, но и Его ученики будут страдать от этого презрительного отношения к ним во время своей жизни на этой земле. Таким образом, сказав об этом и повелев это записать, Господь ныне утешает Своих учеников, говоря им, что им не избежать тех же страданий, которые перенес Он Сам. И Он записал в Библии, что нужно преодолевать подобные трудности с верой, как бы это не было тяжело. Не тот ли это, которого ищут убить иудеи? Некоторые из жителей Иерусалима, которые слышали слова Иисуса, сказали, не тот ли это, которого ищут убить? Иудеи хотели убить Иисуса. Его любили лишь немногие его последователи, а все остальные хотели его убить. они любили его, когда он творил чудеса и давал им хлеб, но когда он сказал, что они обретут вечную жизнь, вкушая его плоть и кровь, все, кроме двенадцати учеников, его оставили. Когда Иисус спросил, не хотите ли вы отойти, Петр, представляя других учеников, ответил, Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни. Но кроме его учеников все его оставили, все они от него ушли, и теперь девяносто девять целых и девять десятых процента населения той страны стали его врагами. Почему же все те, кто некогда были его ревностными почитателями, стали его врагами? Когда Иисус исцелял больных в субботу, лечил прокаженных, воскрешал мертвых и говорил, что он сын Божий, то, попросту говоря, он стал тем, что современный мир развлечений называет суперзвездой. Он появился в стране Израиль как великая суперзвезда. Евреи видели то, что он делал и целиком этим пленились. Все проблемы будут решены, если этот человек будет с нами. Если нечего есть, не беспокойтесь. Появилась суперзвезда, которая может накормить десять или двадцать тысяч человек, принеся корзину с едой и произнеся над нею одно благословение. Не беспокойтесь и тогда, когда заболеете. Все ваши болезни будут исцелены, как только вы перед ним предстанете. Не беспокойтесь и об умерших. При виде его они вернутся к жизни. Они в это верили и шли за ним. Поэтому разве Иисус не был суперзвездой? Иисус был человеком, подобным солнцу, которое взошло, как сбывшаяся надежда евреев. Но когда Иисус перестал совершать подобные дела и велел людям есть свои плоть и кровь, чтобы получить вечную жизнь, они решили, что с него больше нечего взять и ушли от него. Иисус есть спаситель, который пришел на эту землю, чтобы даровать нам прощение грехов, насытив нас своими плотью и кровью. Иными словами, Он велел нам стать Божьими детьми верой. Господь это Сын Божий. Он повелел людям уверовать в Него и спастись от греха, потому что Он устранил все их грехи своими крещением и крестом. Поэтому даже люди, которые на какое-то время стали Его последователями, ушли и отвернулись от Него и стали Его врагами. Таковы и современные христиане. Они говорят, что жить по-христиански значит разбогатеть, укрепить свое здоровье и добиться успехов в этом мире, только призывая имя Господа. Но им не нравится, когда настоящие ученики Иисуса Христа хотят поделиться с ними Евангелием воды и духа. Они тут же начинают считать настоящих учеников Иисуса своими врагами, если те говорят им. Господь стал нашим вечным спасителем, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя, будучи повешенным на кресте, приняв смерть и воскреснув из мертвых. Он уничтожил все наши грехи, поэтому грехов у вас нет. Поскольку Евангелие воды и духа устранило все ваши грехи, то у верующих в это Евангелие грехов нет, и они ненавидят праведников и хотят их убить. Так было и во времена Иисуса, когда его хотели убить религиозные фанатики, приверженцы иудаизма. Но увидев, что фарисеи и первосвященники ничего не говорят, даже несмотря на то, что Иисус выступал перед всем народом, иудеи сочли это странным и с сомнением вопрошали, неужели вожди Израиля думают, что этот человек действительно Христос? Но люди, которые знали Иисуса лично, так не думали. Утверждая, что они знали, откуда он пришел, они пренебрегали им и никогда не признавали его Сыном Божьим, поскольку сказано, что когда придет Христос, никто не будет знать, откуда он, а им было известно, откуда пришел Иисус, они считали, что он никак не может быть Христом, они думали, что знали все, что он пришел из Назарета, что он не учился в школе и был неграмотным, что в его личности не было ничего особенного и что он родился в бедной семье, поскольку они знали, что его родителями были Иосиф и Мария и что у него было несколько братьев и сестер, они не могли признать Иисуса Богом, который пришел на эту землю в человеческой плоти и Мессией, даже несмотря на то, что видели многие его чудеса и слышали его возвышенные поучения. Когда Господь сказал эти слова, люди захотели его убить, но поскольку время его жертвенной смерти на кресте еще не настало, не было никого, кто осмелился бы наложить на него руки. Многие люди из тех, кто слушали его поучения в храме, говорили, когда придет Христос, неужели сотворит больше знамений, нежели сколько сей сотворил? И они шептались друг с другом. Это означает, что в том водовороте нашлись люди, которые уверовали, что Иисус это Спаситель. Поскольку толпы людей вокруг Иисуса умножались, фарисеи и первосвященники велели своим подчиненным схватить его, но Иисус сказал, «Еще недолго быть мне с вами и пойду к пославшему меня, будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Тогда иудеи сказали, «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в эллинское рассеяние и учить эллинов?» Люди задавали вопросы по поводу этих слов Иисуса. «Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». Но он говорил о своей смерти. Он говорил, «В скором времени я положу свою жизнь на кресте и умру, и тогда вы не сможете меня увидеть». Господь это человек, который пришел на эту землю не по собственному желанию. Господь был послан Богом Отцом. Он исполнял волю Отца и распространял свое Слово. Он есть Спаситель, который выполнил Божье повеление спасти нас от греха, суда и погибели и даровал нам вечную жизнь. Надеюсь, что после рассмотрения сегодняшнего отрывка из Писания вы задумаетесь о том, каким решительным сердцем должен был обладать Иисус во время своего трехлетнего общественного служения с печалью идя по дороге смерти и ясно осознавая что ему предстоит мы должны помнить что Иисус принял крещение и шаг за шагом пошел на крест чтобы нас спасти зная при этом что ему предстоит гибель поскольку наш господь нас любит он самоотверженно продолжал это дело зная о своей предстоящей смерти и я надеюсь вы помните о том что господь постоянно трудился исполняя волю божью независимо от обстоятельств если вы уверуете в евангелии воды и духа и ваша вера возрастет я надеюсь что вы станете людьми которые понимают каким решительным сердцем обладал Иисус следуют за ним с верой и становятся людьми этой веры мы несовершенны и себелюбивы и поэтому нам трудно стать такими людьми но если господь даст нам силы мы сможем это сделать поэтому я надеюсь что вы обретете силу воли будете размышлять о замыслах которые бог имеет в своем сердце и станете людьми которые мыслят поступают и живут по его воле за ним в своем в своем это не он его он Субтитры создавал DimaTorzok